Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» в студии ее ведущей Александра Крузе. Сегодня мы продолжим беседовать с виртуозным пианистом, певцом и композитором Олегом Акуратовым. Олег Акуратов – пианист, композитор, певец. Родился в 1989 году в городе Ейск Краснодарского края. Слепой от рождения в раннем возрасте мальчик начал проявлять неординарные музыкальные способности, наигрывая на фортепиано услышанные мелодии. Педагоги музыкальной школы, потрясенные игрой Олега, немедленно приняли мальчика в первый класс. Позже он поступил в специализированную музыкальную школу для слепых и слабовидящих детей города Армавир Краснодарского края. В 2015 году Олег с отличием окончил Ростовскую государственную консерваторию, в 2017 – аспирантуру. Олег – лауреат многочисленных международных конкурсов и фестивалей. Выступал с выдающейся оперной певицей Монсеррат Кабалье. Принимал участие в мировой премьере международной благотворительной акции «Тысяча городов мира» в резиденции Папы Римского. С 2013 года является артистом Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. В марте 2014 года выступление Олега завершало церемонию закрытия 11-х паралимпийских игр в Сочи. В 2017 году в Светлановском зале Московского международного дома музыки состоялся первый большой сольный концерт Олега с участием Игоря Бутмана. В 2019 году Олег стал лауреатом премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры. В 2020 году Олег стал одним из самых ярких участников популярного телепроекта «Голос». Сегодня Олег Акуратов – гость программы «Канон». В предыдущей программе. Очень люблю вообще русскую музыку. Дело в том, что в ней есть определенные какие-то состояния души. Сколькими языками вы владеете? Шестью, семью. Семью? Да. Дорогие телезрители, с Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Олег, помимо виртуозного владения фортепиано, у вас еще потрясающий голос. Это от природы или вы профессионально учились? Ну я вообще профессионально занимался вокалом, но в какой-то степени даже от природы, потому что я с детства любил петь. Я с детства какое-то время пел. Потом не пел. Потом я начал только играть. А потом все, 12 лет пошло, я начал заниматься вокалом уже профессионально, причем джазовым вокалом. Было дело, что я даже академическим вокалом занимался. Вот саму постановку голоса по методу Александра Филипповича Ведерникова. Это ученик Шаляпина. Это да, это Шаляпинская, да. А джаз? Джаз я всегда учился самостоятельно импровизировать, строить фразы. Слушали, да. Все, слушал, да. Слушал певцов, певиц, Элло Фиджера, Недкин Кола, Джордж Бенсона, Франка Синатри, Берри Комоут, Бобби Дерина и так далее, и тому подобное. Вот. Певцов на земле джазовых вообще было множество. И Мелтер Мэй, и Мэтт Монро, и так далее. Вот. Все. И потом я начал этим заниматься профессионально. Выступать на сцене как вокалист, как певец, как импровизатор. Вот. Ну и исполнять также собственные авторские сочинения. Вот. И джазовые стандарты. И в итоге я стал певцом тоже. Не просто стали певцом, но большинству нашей аудитории вы известны только как певец были. Потому что в 2020 году вы стали ярким участником проекта «Голос». Расскажите о нем. Я стал участником... В котором вы все-таки... Главенствующая роль там «Голос» действительно. Да. И там действительно я участвовал в этом проекте. Очень интересное было на самом деле участие, особенно слепое прослушание. Я не знал, что ко мне повернутся все. А какие ощущения вообще вызвал этот проект? Как по-новому для вас раскрылась ваша профессия? Очень такие теплые, приятные, уютные отношения. Ощущения. Когда к тебе поворачиваются все, ты действительно радуешься этому. И хочется дальше идти, 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 участвовать в этом проекте. Проект замечательный, прекрасный. Наставники очень хорошие. Особенно Валерий Милович Сюткин, который меня знают очень давно. И мы сотрудничали даже с ним еще до проекта «Голос». У нас были проекты. Я хочу вам сказать, что я еще сотрудничаю с таким прекрасным музыкантом, как Игорь Михайлович Бутман. Естественно, да. И вот мы в день рождения Игоря делали такой проект, что собрались все его друзья. Валерий Милович был, Лариса Долина, Сергей Мазаев. А, даже Фонтини была. Вот мы делали целый проект, такой вот очень большой концерт. И сделали несколько песен с Валерием Миловичем, с Сюткиным. И Михаил Савин, аранжировщик Валерия Миловича, который я очень тоже давно знаю. Он принес нам ноты. Мы это сыграли, выучили. Вот и все. Очень здорово еще, что проект «Голос» помог показать вас большему количеству людей. Что касается Игоря Михайловича, каково работа в его коллективе под его управлением? Долго ли вы сотрудничаете уже? Очень долго. С 13-го года, считай. Ну, это более тесно. Но дело в том, что он меня и приглашал и раньше просто. Но я тогда еще не работал. В каких-то проектах участвовал я. Вот именно как в будущей джазе. Вот. В фестивалях. А в 13-м году я уже тесно с ним начал сотрудничать. И мне это очень-очень нравится с ним сотрудничать. Потому что он чуткий, шикарный музыкант. Он прекрасный саксофонист. И прекрасный руководитель оркестра. И вот он говорит замечания очень дельные, очень музыкантские. Даже мне. Даже мне. Вот тут сыграть так. Здесь чуть поменьше сыграй. В плане аккомпанемента. Вот. Он очень прекрасный. Музыкант. Прекрасный человек. С ним общаться одно удовольствие. Ну, передавайте ему привет и приглашение в нашу программу. Обязательно. С радостью будем ждать. Обязательно. Обязательно. Ты чувствуешь ее, какая она, светлая или темная. Ты чувствуешь краски тональные. Вот я, например, приведу пример вам, что, допустим, мне было где-то лет восемь или девять. Я был в гостином дворе и слушал концерт и даже пел там в хоре, но не про это. Слушал концерт оркестра. И такое ощущение, что они играют как будто на улице. На репетиции они играют иначе. Но играют это так, а оркестр звучит иначе. На концерте вечером ты чувствуешь, оркестр звучит совершенно по-другому. Может, строй завысился немножко, чуть-чуть, строй инструментов, а потому что краска другая. Когда ты слышишь, когда завышается инструмент, когда ты модулируешь, когда ты другая тональность у тебя, ты чувствуешь краски. Ты чувствуешь все. Ты чувствуешь свет. Ты чувствуешь звук. Эта музыка, она льется. Она где-то льется, переливается. То бежит, то останавливается. Опять-таки, все передается от состояния души. Вот именно все зависит от состояния души. Какая музыка, так ты ее и чувствуешь. А вот говоря о свете, а вы видите божественный свет на своем пути? Не вижу, а ощущаю. Какое место в вашей жизни занимается Господь и вера? На первом месте. Я очень люблю ходить в церкви. Я очень люблю слушать духовные песнопения, читать молитвы. И, конечно же, я пел и в церковных хорах пел. Всякие херувимские, отче наш. И дело в том, что когда я ездил в Ватикан, я пел перед Папой Римским такое произведение, очень интересное, с тремя мальчиками из хора Попова, детский хор Попова, царство небесное, Виктору Сергеевичу. Он очень давно, конечно, умер, но он был выдающийся дирижер. И я пел одно замечательное произведение Павла Чеснокова, 140-й псалом царя Давида, который называется «Жертва вечерняя». Прекраснейшая вещь. А в чудеса вы верите? В вашей жизни случались чудеса? Ну, некоторые люди их называют божьим промыселом, некоторые называют чудом, неким каким-то проведением. Конечно, какие-то чудеса случались. Мне очень понравилось ваше интервью, в котором вы сказали, что вам снятся цветные сны. Не цветные, но музыкальные, так сказать. Музыкальные сны. Музыкальные сны. Да, вот дело в том, что мне может присниться музыка любая. Будь то она классическая, джазовая, попсовая, там, я не знаю, танцевальная, латиноамериканная и так далее, тому подобное. Все не зависит от этого. Вот. Любая музыка мне присниться может. И когда ты ее чувствуешь, когда ты ее воспроизводишь на слух, а потом после этого, когда она тебе приснилась, ты на следующее же утро хочешь ее или послушать, или сыграть. Это очень такая интересная штука. Я это всегда делаю. Это тоже чудо. Да. Это божий дар. Чудо из чудес. Не позволяй душе лениться, Чтоб воду в ступе не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь. Тащи с этапа на этап по пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешай ей спать в постели, при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле, и не снимай с нее узды. Коль вздумаешь скричать поблажки, освобождая от работ, Она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не разрешаясь спать в постели, При свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле, и не снимай с нее узды. Она рабыня и царица, она работница и дочь, Она обязана трудиться, она обязана трудиться. И день, и ночь, и ночь, и ночь. Известный незрячий американский музыкант Стиви Уандер как-то сказал, «Иногда мне кажется, что быть слепым — это дар Божий, потому что я, наверное, не продержался бы и минуты, если бы увидел тот мир, который существует сейчас вокруг». Вопрос, конечно, очень сложный и философский, но вот что вас лично мотивирует в жизни творить и раскрашивать этот мир в такие яркие краски с помощью своей музыки? Желание творить у меня есть всегда. Абсолютно. Желание заниматься музыкой, концерты играть, давать онлайн, офлайн, ездить по гастролям, по странам, разъезжать. А вот что вам помогает, мотивирует вас, вдохновляет вас на этом пути? Все, абсолютно. Все, что касается окружающего мира, меня вдохновляет все. И природа, и люди, и какие-то человеческие взаимоотношения с людьми, и общение друг с другом. Вот как мы с вами общаемся, да, вот меня это вдохновляет. Потому что это такое, такое серьезное, такое глубокое общение. Музыка, которую вы играете, она тоже вдохновляет. И спасибо вам за это. Спасибо, спасибо большое. Олег, в заключении нашей программы короткий блиц. Короткие вопросы, короткие ответы. Три любимых композитора? Бетховен, Моцарт, Чайковский. Как же Рахманинов? Ну... Вам можно четверых назвать. А, Рахманинов... Не, ну вы сказали три. Бетховен, Моцарт. Бетховен, Моцарт, да, Чайковский. Но Рахманинов четвертый. Три любимых литературных произведения? Я сейчас скажу. Евгений Негин, Руслан Редмила, и стихи Синина. Мой идеальный выходной? Очень редко, когда выходные бывают. Ну, если бы он был, как бы вы его хотели провести? Целый день? Я всегда прохожу, провожу свободное время с музыкой, с поэзией и со слушанием аудиокниг. Продолжите. Моя профессия? Музыкант. Если бы не было музыки? Да я бы не был музыкантом. Больше всего в людях я ценю. Все. Поймав золотую рыбку, какие три желания вы попросили бы у нее? Хорошая девушка. Продолжение. Заниматься музыкой. Думаю о будущем. Я счастлив, когда? Когда играю перед публикой. Бог это? Это то, что создал мир. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с потрясающим музыкантом Олегом Акуратовым. Олег, я от всего сердца благодарю за эту встречу. Я желаю вам Божьей помощи на вашем пути. Пусть все ваши мечты обязательно реализуются. И крепкого вам здоровья, конечно. Здоровья вашим близким. И храни вас Господь. Спасибо за встречу. Спасибо, господи. Спасибо. Дорогие телезрители, а с вами мы увидимся ровно через одну неделю. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова